Девушки отдыхают Сказал Энрике Ранее 15 февраля сообщалось, что игроки Барселоны разочаровались в главном тренере команды 46-летний Энрике возглавил Барселону в мае 2014 года Под его руководством клуб дважды стал чемпионом Испании и два раза выигрывал Кубок страны Кроме того, в 2015 году команда выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок Уэфа и Клубный чемпионат мира В текущем сезоне Барселона занимает первое место в чемпионате Испании На ее счету 57 очков после 25 туров В активе идущего вторым Реала на одно очко меньше и один матч в запасе В первом матче 1-8 финала Лиги чемпионов подопечные Луиса Энрике потерпели поражение От французского Пари Сен-Жермен со счетом 0-4 Ответная игра пройдет 8 марта в Барселоне Игрокам, отбывающим дисквалификацию за допинг, не нужно давать специальные приглашения Так называемый уайлдкарт на турниры Так считает британский теннисист Энди Марри Который прокомментировал решение организаторов турнира в Италии Дать уайлдкарт Марии Шараповой Слова Марри приводит Sky Sports Думаю, этим игрокам нужно самим потрудиться над своим возвращением Но большинство организаторов делают то, что приносит наибольшую пользу их турнирам Громкие имена позволяют продать больше билетов У Шараповой появится возможность улучшить свой рейтинг Хотя она и не нуждается в уайлдкарт Сказал Марри, который сейчас занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Спортсмен также выразил надежду, что организаторы у имблдона примут правильное решение в отношении Шараповой Уверен, они будут много думать над этим Им важно, что подумают люди, добавил Марри Ранее в апреле прошлого года, когда Марию Шарапову отстранили от соревнований Теннисист признался, что видит в этом позитив Если бы дело было закрытым, говорил Марри, было бы гораздо хуже Это значило бы, что спорт покрывает звезд Такие процессы должны быть публичными, считает спортсмен На мой взгляд, спорт не должен покрывать лгунов Даже если имя оказываются звезды первой величины Идет ли речь о договорных матчах или о допинге Как только появляются признаки проблем Спорт должен мобилизовать все ресурсы на борьбу с ними Цитирует Марри, Sky Sports Баскетболист клуба Нью Орлеан Пеликанс Джрю Холидей В матче с Антонио сыграл не только на команду Но и ради жертв недавнего стихийного бедствия В начале февраля Новый Орлеан, штат Луизиана Перенес серию ударов разрушительного торнадо 33 человека получили травмы Без света остались около 10 тысяч домов Общая сумма ущерба, принесенного стихийным бедствием Составляет более 2,5 миллионов долларов Принять участие в восстановлении штата Решился баскетболист местных Пеликанс Джрю Холидей Объявивший, что пожертвует тысячу долларов За каждое очко и результативную передачу В матче регулярного чемпионата НБА Против Сан-Антонио Встреча прошла 4 марта Объясняет Холидей свои действия Экс-глава команды Формулы-1 Макларен Рон Деннис Теперь будет консультантом Министерства обороны Великобритании Сообщает NBC Sports В конце прошлого года Рон Деннис Ушел с поста руководителя Макларена После 35 лет работы в команде Теперь он будет работать в совсем другой сфере Нет ничего важнее национальной безопасности Я рад, что вошел в этот совет мирового класса Моей задачей будет внедрение инноваций В Министерство обороны Начиная с технологий и заканчивая культурой Заявил Деннис Рон Деннис войдет в консультативную группу Которая будет отвечать за внедрение инноваций В Министерство обороны Король среднего веса Геннадий Головкин Высказался в адрес мексиканца Сауля Альвареса И признался, что хотел бы встретиться С американцем Флойдом Мэйвезером-младшим Который уже завершил карьеру За 30 дней до боя я вешу 165 фунтов После питьевой воды Специально для Мэйвезера я мог бы сделать 154 или 160 фунтов Если бы потребовалось Потому что этот бой моя мечта Цитирует Головкина Лос-Анджелес Таймс Как говорит непобедимый казахстанец Между Флойдом и Альваресом Есть большая разница Флойд лучший в мире Альварес не добился ничего В прошлом году мы говорили с ним Я сказал, что хочу этот бой Мне он нужен Но я устал разговаривать У меня нет уважения к Альваресу Потому что он ведет себя эгоистично Цитирует Головкина издание 18 марта Геннадий Головкин Должен защищать свои чемпионские пояса По версиям WBA, WBC, IBF и IBO В среднем весе поединки с Даниилом Джейкобсом В Нью-Йорке Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова